Привет всем, мои дорогие зрители! С вами Александра и собачки на заднем плане иногда. Мы сегодня будем делать расклад, общий анализ ситуации. У нас будет три варианта, и будут участвовать эти прекрасные три колоды в нашем раскладе. Итак, выбирайте, пожалуйста, свою колоду или же послушайте сигнификацию каждого варианта, когда я буду начинать расклад. Под этим видео я прикреплю время, на него вы нажимаете пальчиком, и открывается тот момент, где начинается ваш вариант. Или вариант номер 1, 2 или 3. Смотрите сначала, если это ваша ситуация, вначале я буду смотреть, значит, продолжайте смотреть этот вариант. Или же просматривайте три начала, три ситуации, и выбирайте, какой вам ближе. Это поможет вам, может быть, даже и развить интуицию, потому что вы можете себя проверить, например, с какого раза вы угадали наиболее близкий вам вариант. Так тоже можно тренировать свою интуицию. И мы будем говорить, что между вами сейчас. Помните, расклад общей ситуации может быть столько, сколько нас, людей, то есть неограниченное количество. Помните, что общий расклад для медитации, познавания себя, может быть, обучение картам Таро, может быть, просто взгляда со стороны на свою ситуацию. Всё очень сложно. Но ваша интуиция уже привела вас сюда, или же вы здесь со мной, потому что вы мои верные зрители, тем, которые близки мои какие-то моральные, человеческие устои. И спасибо вам большое за это. Так, мои хорошие, вспомните своего человека. Представьте его, наверняка он сейчас где-то не с вами, не может быть в соседней комнате, но в любом случае, наверное, не с вами. Может быть, вы поссорились, может быть, у вас пауза, может быть, вы расстались временно, добровольно, может быть, вы просто в дальних расстояниях, на расстоянии. Давайте посмотрим, что между вами сейчас. Мы посмотрим чувства и мысли партнёра о вас, и по ходу дела будем спрашивать карты различные вопросы. И мы начнём с варианта номер один. В раскладе будут участвовать эти три колоды в каждом, чтобы вам было интересно. И иногда карты, ну не иногда, а чаще всего, они дублируют ситуацию, которую, например, одна колода рассказывает, другая колода будет просто подтверждать. Она никогда не противоречит конкретной ситуации. Но мы будем начинать так, каждый вариант с определённой колоды. Первый вариант будет начинаться с этой колоды, второй с этой, третий с этой. И мы начинаем. Эти колоды мы в сторонку. Они нам будут помогать. Извините за такое долгое вступление. Я, пожалуй, положу, чтобы вы могли сразу кликнуть ваш номер, кому всё понятно. Это первая колода. Что сейчас с вами? Какая у вас ситуация? Что между вами? Между вами и вашим партнёром? Между вами сейчас затянувшееся молчание. Может быть, даже не первый раз. Между вами может быть женщина, королева жезлов. Или, возможно, это вы, женщина, королева жезлов, которая устроила такую проверку своему человеку. Посмотрите, отшельник смотрит на женщину. То есть вы, скорее всего, вашего человека заблокировали. И это, может быть, не раз происходит. Каким-то образом вы решили, что этот человек не для вас. Или не очень хороший для вас вариант. Если вы мужчина, то же самое может быть. Но, может быть, вы отстранились от женщины. Но женщина очень сексуальная. Женщина очень яркая, требующая к себе внимания. И, конечно, предпринимающая шаги сама. То есть эта женщина как бы за словом в карман не полезет. То есть она может быть очень агрессивной. И это, может быть, если вы мужчина, вас пугает. Если вы женщина, то вы такая, может быть, женщина. Также здесь могут быть страхи и опасения про бывшую какую-то или бывшего человека. Здесь может быть ситуация, когда вы вместе, но у вас всё время гложат мысли о бывшем или о бывшей. У вас есть подозрения, сомнения, страхи. Страхи. Может быть, они надуманные. Давайте спросим, есть ли это вообще ситуация треугольника, либо это забота о каких-то бывших или волнение про бывших. Может быть, у вас отношения новые или вы вышли из отношений недавно. Это у меня, кажется, уже выпрыгнула одна. Да, скорее всего, у вас отношения новые. Скорее всего, у вас связь больше сексуальная, чем интеллектуальная. И, скорее всего, да, здесь есть две женщины. То есть если вы мужчина, то, скорее всего, здесь задействованы две женщины. Вы, возможно, находитесь на каком-то перепуте, на обдумывании между решением, принятием решения между двумя женщинами. Девочки, если это вы, то здесь есть, конечно, соперница. Скорее всего, вы находитесь в преимущественном положении, но эта соперница, она, скорее всего, делает какие-то шаги. Может быть, это бывшая, которая хочет обратно вашего мужчину. То есть мужчина закрылся, он не знает, что ему делать. Это у него было уже несколько раз. Это он проходил уже несколько раз, проходил эти шаги. А у вас здесь просто буквально война. По поводу чего? Что мешает вам быть спокойно вместе? Потому что мы сейчас рассматриваем в основном ситуацию и перейдем потом на мысли, что вам мешает быть. Но вот это тайна или уходы тайны и недоверие. Потому что, видите, карта семерка мечей показывает. Или наблюдения ненужные. Ненужные наблюдения. Вот, скорее всего, здесь так. Возможно, это как бы наблюдение со стороны. Видите, какие синие здесь карты? Мечи. Здесь может быть наблюдение за вашим человеком. Или может быть, что человек за вами наблюдает. И он причем наблюдает под определенным фокусом. Он наблюдает под фокусом бывшей или бывшего. То есть он следит за вами. Общаетесь ли вы? Говорите ли вы? Что вы делаете? Что вы посылаете? Какие фотографии? Какие встречаетесь ли вы? То есть у человека есть определенная боязнь того, что вы все еще как бы сидите на двух стульях. Двойка мечей говорит о том, что вы боитесь, что ваш партнер или партнерша не отпустили еще предыдущие отношения. И сейчас, в данный момент, строят с вами отношения. Но поскольку они не отпустили еще прошлые отношения, вот так они стараются, партнер придерживается какого-то определенного баланса. Старает и не может никак решить, кстати. Потому что вот этот король жезлов вам, пожалуйста, встречайте его. Возможно, поскольку карты у меня все прямые, здесь может быть перевернутый король жезлов, да? Потому что отшельник, король жезлов и отшельник. И вот эта карта двойки говорит о том, что этот человек не может принять решение. Он никак не может сделать шаг в правильном направлении. Или он делает шаг и, как знаете, интерсепт. То есть его перебивает, все время кто-то встревает в его намерение, да? Мешает ему двигаться в направлении к вам, скорее всего. Потому что здесь выпадает два человека, между которыми этот король принимает решение. Или ваш загаданный человек, да? И ему кажется иногда, что оставили бы вы меня одного вот в покое. То есть он такой нерешительный субъект. Нерешительный. Вот он сидит, у него есть предложение от двух женщин, и он не может решить, какая же ему. Что с ним? Потому что я говорю, что этот король может быть перевернутый король. Потому что он может быть как бы, ну, двойная такая личность. То есть с одной стороны он очень активный и энергичный. А на подсознательном уровне он такой очень нерешительный. То есть внешность у него может быть не совпадать с внутренностью. Но в то же время этот человек такой, знаете, мудрый. И, скорее всего, он больше одиночка. Ну вот, мы описали вашего человека здесь. Если вас задело как-то, или если это похоже на вашу ситуацию, давайте смотреть дальше. Что мы будем делать? Мы будем спрашивать, что у этого человека... Какие чувства у него по отношению к вам? Что у него по отношению к вам? Башня. Двойка. Опять пентаклей. Смотрите, как карты, как я и сказала раньше, они дублируют как бы ситуацию. Вот вам четверка чаш, вот вам четверка пентаклей. Вот вам двойка мечей, вот вам двойка пентаклей. То есть этот человек расценивает разрыв с одной из своих пассий. Скорее всего, это мужчина расценивает разрыв с одной из женщин. Это то, что вот он сейчас чувствует. То есть он не чувствует ни любви. Он как закрылся, закрылся и запутался, он думает. Что он не чувствует сейчас, никакого чувства любви, никаких желаний у него не возникает, что ли. То есть поскольку это он немножко как бы зам... Не только замкнулся, а замер. Вот замер в ожидании чего-то. Вот держит он эти два пентакля и не может никак решить, кому же он должен делать первый шаг. Вот он, похоже, ждет, пока гром не грянет. То есть ждет каких-то внешних, когда либо она его уже отпустит, его бывшая, и разорвет с ним постоянно, ну, на отношения навсегда. Или же вы, вам надоест, и вы бросите эту всю мучительную такую ситуацию, когда человек не может решить за себя сам. Почему же он такой слабый? Почему же он такой король не может ничего для себя решить? Видите, две четверки чаш, да? Очень важно то, что человек, скорее всего, у него есть какая-то, может быть, нереальная мечта или нереальные основы для того, чтобы... Знаете, то есть он, может быть, что-то себе напридумывал, нафантазировал, и ни одна из женщин его вот не удовлетворяет. Вот ему кажется, что, может быть, он такая звезда, что он достоин гораздо лучшего, и поэтому он сидит на двух стульях, и ни одна, ни другая женщина его не может всколыхнуть почему-то. Может быть, у него другие интересы. Опять, может быть... Ну, во-первых, у него может быть здесь просто какое-то психологическое состояние, да? Когда он... Вот отшельник и восьмерка мечей, вот здесь предыдущие, да, говорят о том, что у него может быть просто у самого проблемы со здоровьем, с психологическим здоровьем. Может быть... Какое психологическое здоровье? Долго длящиеся проблемы, звезда, да? Когда человек не удовлетворен просто жизнью. Вот он ищет счастье себе все время в чем-то, а счастье, оно как бы так и не приходит. Вот он его ждет, 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 он думает, у него будет больший, лучший вариант, более достойный для него, но на самом деле он сидит в одиночестве, и у него есть определенные страхи вообще к отношениям, несмотря на то, что он у нас там выпал королем жезлов. Скорее всего, он такой перевернутый король жезлов по окружающим картам, да, мы можем сказать, что этот человек может быть иногда резкий, иногда грубый. Это когда собака, вот я знаю про собак, они маленькая шавка, например, может кусаться, кусать большую собаку, нападать от страха. То есть какие-то вещи делает он от страха, потому что вот эта восьмерка мечей, вот эта девятка говорит о том, что у человека есть очень много страхов. Страхов к жизни, страхов к отношениям. Но мы не будем сейчас обсуждать, откуда они у него взялись, правда? Давайте спросим, что у вас к этому человеку? Вот что у вас к нему? Что вы чувствуете к нему? И давайте мы возьмем другую колоду и спросим на красивейшей колоде. Спросим, какие же у вас чувства к нему? Что вы чувствуете к нему? Что вас держит с ним? Ну вообще здесь много... Видите, у вас вас держит с ним тоже какое-то спокойствие. Знаете, плохенький, но мой. Вот такое впечатление, потому что четверка говорит о том, что девочка держится, видите, за свое. То есть она абсолютно привязана к тому, что привычно. И немножко материально даже, потому что шестерка Пентакли. Может быть, человек этот помогает вам. Может быть, он является меценатом. Или, может быть, вы ему помогаете. То есть, может быть, вы его помогаете и стараетесь... Это вы к нему, да? Вы стараетесь вот совершить такой магический... Видите, маг, да? То есть вы стараетесь совершить такой магический акт. То есть вы стараетесь, может быть, спасти этого человека. Знаете, много женщин так и живут, спасая какого-то человека, не спасаемого, который может быть, у которого повреждения в психике может быть, которые совершенно с вами не связаны. А вы берете и связываете свою судьбу с человеком, чтобы его спасти. И вот что-то вроде у него есть такое, что вас притягивает, что-то есть такое, что вы не можете отпустить, да не можете вы с ним расстаться. Возможно, вы бы и хотели. Но здесь вы как выступаете, потому что это ваши чувства, да, вы выступаете как маг. Вы думаете, что вот сейчас я возьму, и с моей помощью он бросит пить или бросит курить, или бросит гулять, или бросит что-то. То есть я могу это управлять. Насколько обоснованы эти ваши убеждения и цели? Девочки, это, скорее всего, человек, с которым вы живете под одной крышей, да? То есть насколько они обоснованы? Настолько, поскольку вы уже с этим человеком вместе. То есть вы сели в лодочку с ним, сели под одну крышу, сели в четыре стены. Вы с ним пара, да? Но все еще вот такие есть у него отношения прошлые, которые он не отпускает. Ну что ж, такой, наверное, слабый человек попался, потому что это уже длится у вас долго, долго. И он, конечно, к вам относится. Вы чувствуете с ним, что вы можете раскрыться как женщина. То есть он вас раскрывает как женщина, императрица. Поэтому вы держитесь за него. И еще к тому же у вас, наверное, есть материальная какая-то связь, да? Вы, может быть, вместе работаете, вместе живете, или вместе ведете бизнес какой-то, потому что здесь есть такая «вместе», но и долго, причем долго. Вы чем-то жертвуете, дорогие мои. Вы жертвуете тем, что вы, может быть, считаете, что он делает вас или помогает вам раскрыться как женщина. Вы не пользуетесь всей своей силой. Как-то вот он у вас так, может быть, тоже психологически повлиял. Может быть, этот человек, я не вижу, что он здесь нарцисс, но они умеют манипулировать людьми. Вот вы зависли на нем, потому что, может быть, в моменты вашей близости он вас так раскрывает, что вы чувствуете себя очень хорошо, очень хорошо. И поэтому вы верите, что вы можете спасти этого человека, изменить его, и стараетесь это делать. Так, давайте спросим, какие у вас вообще есть перспективы с этим человеком? Вот какие у него, например, планы с вами? Как он меняется или собирается ли он что-то менять в ситуацию? Собирается ли он что-то менять? Да, он работает над вашей сложившейся ситуацией, над своими отношениями. Работает. Но очень-очень медленно он работает. Медленно он это делает. И как-то он это делает вот по-детски. То есть он делает это нерешительно. Опять второй паш пентаклей. То есть он все время делает какие-то шаги вроде бы, но они ни к чему не приводят. Вот бесполезные, как бы какое-то бесполезное движение. Видите, пентакливые карты. Может быть, он старается очень сильно заработать деньги. Может быть, у него не очень получается у этого человека. Или может быть, у него не ладится карьера, работа, бизнес. Может быть, он теряет много денег. Может быть, ему вообще, его психологическое состояние не зависит от отношений с женщинами. Потому что все-таки он выпадет... Или вот с мужчинами, к тому же, да. Выпадает этот человек, ваш партнер, как отшельник. То есть этот человек, может быть, у него такой склад, как бы первоначальный ума и предназначение быть одному. То есть, несмотря на то, что его окружают женщины или, если это женщина-мужчины, этот человек больше получает удовольствие от самого себя, быть самим собой. Замкнутый человек. Очень замкнутый человек. Какие мысли у него про вас, о вас? Что он думает о вас? Ну, он думает, что вы от него, может быть, слишком много чего хотите. Он все время... Ему все время приходится защищаться. Ну, потому что вы, наверное, выставляете требования. Да? А он хотел бы где-то на подсознании, видите, опять четверка мечей, ему нужен покой. То есть он полностью... Он потерял очень много энергии. Он теряет очень много ментальной энергии. Потому что восьмерка мечей говорит о том, в основе этой ситуации всей, и отшельник говорят о том, что этот человек очень-очень много думает. И думает он, скорее всего, не об отношениях. О чем же ты думаешь? В самом деле. Видите, говорит, что он думает о... Нет, мои хорошие, не думает он об отношениях. Смотрите, о чем он думает. Он думает о чем-то духовном. Он думает, может быть, о... Так же, как и, в общем-то, полагается отшельнику. Он думает о чем-то высоком, духовном. Любви, может быть, к бесконечной вселенной. Может быть, о религии. Может быть, он ушел в какую-то секту. Отношения его абсолютно тяготят. То есть ему хотелось бы покоя. То есть у него нет энергии для отношений. Он всю свою энергию тратит куда-то внутрь себя, куда-то, может быть, на высшие какие-то развития, высших каких-то целей и идей. Ну, такой человек вам попался, мои хорошие. Как вам себя вести с этим человеком? Что нам карты скажут? Какой совет? Как вам себя вести с этим человеком? Справедливость. Повлюбленные. Тройка чаш. Ну, здесь карты говорят, вы с этим человеком, скорее всего, надолго заостряли, и вы будете продолжать, как себя вести. Вот так и вести. Дарить его любовью, ободаривать его любовью. То есть справедливость, она восторжествует. Если вы, возможно, если это в самом деле у вас есть какие-то чувства ревности или чувства того, что он что-то скрывает по отношению к бывшим, к своим, здесь может быть просто человек очень такой невинный, я бы сказала. Невинный. Он, может быть, в самом деле любит всех и вся. Может быть, у него есть какие-то внутренние демоны, с которыми он сражается и борется, поэтому он и уходит в себя. Но у него нет никаких сексуальных, может быть, даже желаний. Это может быть человек, который подавляет свою сексуальность, я бы сказала. Если вы с ним по закону, по закону в браке, то здесь ничего не остается делать, как продолжать любить этого человека и смиряться с ним, если вы хотите, потому что в глубине своей он как бы просто такой человек. Ничего плохого он здесь не делает, никаких у него мыслей нет. У него есть там десятка чаш, да. То есть он способен любить, но может быть на каком-то другом уровне, на каком-то, может быть, слишком духовном. Вот сексуальности здесь очень мало, а жезлов очень мало. То есть его тяготит каждая дневная жизнь. Если вас устраивает такая платоническая любовь с этим человеком, то вам стоит с ним так и продолжать отношения, потому что он, может быть, вам приносит очень много духовного и душевного роста. Потому что если карта говорит по справедливости, он вам подходит, потому что он вам подходит как друг, учитель, ну, может быть, не 100% мужчина. Может быть, вы на расстоянии, может быть, поэтому у вас такие отношения. Здесь нет никаких интимов почти практически. У вас есть жар и пыл, у вас есть много желаний, потому что вы здесь королева жезла. И, конечно, здесь есть кто-то еще, который ему важен, может быть, и дорог, и вас это, скорее всего, волнует. Но человек занят другим, он занят больше сам собой. Вот такая первая ситуация, мои хорошие. И теперь мы приступим ко второй ситуации. Собираем карты. Так. Господи, не так-то просто, оказывается, многокарточный расклад делать. Убираем. Я имею в виду, не так-то просто на экране, потому что вот так важно все это собрать, все это разложить. Но у вас есть возможность опять посмотреть на эти интересные, интереснейшие карты. Вот этот ваш король. Да. Здесь нет треугольника, но здесь есть. Вот он как полюбил, так и не может отпустить. То есть он держит в своей душе, похоже, всех. Всех и вся. Никого не хочет обидеть. Поэтому он и поглядывает, что там было у него, у бывшей. Как она живет, хорошо ли ей живется. А вас это, может быть, очень сильно напрягает. Но это он не делает вам со злого умысла, как нам карты сказали. Это просто такой субъект, такой человек. Так. И мы приступим ко второму варианту. Сейчас мы немножко помешаем. И начнем. Что же за ситуация между вами и вашим выбранным человеком? Любовь. Ну, смотрите, вот эти же карты предыдущий расклад мне дал. Они все лежали в разных местах. Надо же, как интересно. Вот Таро говорит, что сейчас будем разговаривать про эти же карты. Ну что ж, и они вместе. Хотя я их перемешала, да. А в этой ситуации у вас здесь хорошее чувство, хорошее отношение, хорошая любовь, прекрасная. Ну, может быть, вы немножко устали от быта, потому что, может быть, вы взяли много ответственности на себя. Может быть, человек дает вам много любви. Да, что между вами? Две десятки. То есть вы достигли пика, когда вы с друг другом вместе. И никого вам, в общем-то, не нужно. Ну, просто отношений может быть немножко. Понимаете, после любой десятки идет какая-то перемена или новый спиральный цикл, или что-то ломается под тяжестью каждодневного быта, да. То есть человек немножко заскучал здесь. Заскучал. И вот, смотрите, уже растения на голове растут, да. То есть уже застоялся. застоялся. Возможно, в этой колоде в эти карты показывают, что ему, ну, хотелось бы что-то нового. Чаще всего карты показывают в других колодах четвертая чаша. Вот ему предлагают, а он не хочет ее, да. А здесь, похоже, что он рассматривает это. То есть это как бы раздумывание, рассматривание, может быть, что делать дальше, какие чувства, оставаться ли, уходить ли, и почему это происходит. Ну, почему вот какое-то неудовлетворение при всем видимом счастье. Это правда. Вы ищите какую-то правду. То есть какие-то, конечно, сомнения, а какие-то, может быть, вы получили новости, или, может быть, какой-то поступок быстрый и неожиданный заставил вас о чем-то задуматься. Заставил вас задуматься о том, есть ли у вас шанс на продолжение вот такой идиллической, может быть, внешне идиллической жизни, отношений. Может быть, также вы переживаете какой-то определенный переход личностный. Может быть, вы или начали интересоваться чем-то еще со стороны, то есть не связанной с отношениями. И, может быть, вы решили, что вам нужно продолжать учиться, или поменять работу, или что-то сделать, да, или, может быть, вы получили какие-то известия, которые вам предлагают, может быть, переехать, например, даже с работы, по поводу работы, или обучения, или бизнеса. И вот у вас есть отношения, которые хорошо вроде бы работают на данный момент, но еще у вас есть какой-то шанс, может быть, развить себя или духовно, или интеллектуально. То есть вам предоставился какой-то шанс для вас лично. И вы думаете, может быть, сейчас в раздумье, стоит ли использовать этот шанс, или стоит ли, может быть, знаете, пожертвовать этот шанс и оставаться там, где вы есть. Может быть, здесь так же, что у некоторых из вас проиграется, что вы кого-то встретили, кто вам очень сильно понравился, и вы стараетесь быть верным своему партнеру, но вместе с тем вас зажигает вот эта идея, может быть, даже, я не знаю, это карты сексуальные, может быть, короткого секса даже. То есть здесь попахивает тем, что из верности переход в такой как бы неверность, и вы, может быть, раздумываете над тем, ну, я никого здесь не осуждаю, потому что у каждого своя ситуация, но, может быть, вы раздумываете над тем, стоит ли вам вступать вот на такую дорогу, да, быстрого и короткого, может быть, даже интима с кем-то на стороне, может быть, даже за пределами семьи, потому что здесь вот так. То есть, ну, как бы, с моей точки зрения, я бы сказала, не стоит, но вот такая ситуация здесь сложилась. Кто-то здесь кого-то соблазняет, да, а зачем же вы гадаете на партнера? Скорее всего, вам нужна какая-то уверенность, если это партнер для вас, или что же делать, потому что вроде бы, давайте посмотрим, как в самом деле ваш партнер, за которого вы держитесь, и которого вы думаете, что вы любите, как он относится к вам. Вот про вас здесь больше понятно, а вот про него пока непонятно. Давайте посмотрим, как он относится к вам. Десятка жезлов, ну, вот видите, как я сказала, карты дублируют, да, из разных колод. Он относится к вам. У него тоже проходит такой же период, то есть, вы не в одиночестве, у него тоже проходит такой же период, когда между вами что-то такое назревает, очень большое напряжение, которое может перейти в такую башню, в резкие изменения статуса. Восьмерка жезлов тоже говорит о резких изменениях статуса. И пока этот партнер ваш, он поддерживает вот такой баланс, может быть, пока вы тоже не видите. То есть, причина-то, по которой у вас возникли шансы где-то на стороне, может быть, или какие-то возможности другие, которые не вовлекают вашего партнера, может быть, как раз и в вас двоих, а не только в вас одной. Ему тоже кажется, что он может быть застоялся, и пора бы что-то поменять. Но ваш человек, он так серьезно это не рассматривает, то есть, он пока готов держать какой-то баланс. Знаете, у вас, может быть, это больше назрело, чем у него. Давайте спросим, что он планирует, что он планирует, как он планирует. Видите, у него меняется его мнение о вас. Меняется. У него он стоит перед выбором серьезным. Серьезным. Может быть, он даже думает, что у вас есть какая-то мечта, и он в самом деле вас любит, и он готов, даже несмотря на то, что как ему тяжело бы не было, он здесь выступает в роли такого человека, который в самом деле любит и готов вас отпустить. если вы хотите ехать куда-то или где-то учиться, как бы ему тяжело не было, как бы это не ломало его жизнь, он может быть и согласен на это. Видите, пашня, тяжесть, он держится. Выбор здесь, двойка мечей, говорит, что он должен сделать ментальный выбор, не связанный с чувствами. Но и здесь эта карта говорит, что да, он должен делать выбор с чувствами. То есть здесь есть такой выбор, если вы расстанетесь по работе, или может быть вы стоите на границе такого изменения своей жизни, когда вам нужно физически что-то поменять. То есть если вы, например, или разъезжаетесь, или по работе, или вам временно нужно куда-то уехать, то человек, конечно, волнуется, что это может служить причиной вашего разлада. и что ваша жизнь вместе может закончиться, и он должен сделать выбор. Он не хочет стоять между вашей мечтой, вашей мечтой, и не хочет он, чтобы, то есть он вас достаточно любит, что он готов может быть пойти на какие-то изменения в жизни и в каждодневном быту, чтобы дать вам возможность может быть расти, может быть по карьерной лестнице, или может быть вы вообще задумали поехать в какой-то духовный ретрит, и он очень волнуется по этому поводу, что вы можете так поменяться, что назад вы и не вернетесь, но он готов прислушаться к вашим желаниям, чтобы не мешать вам, не мешать вам вашему развитию, или вашим планом, или вашей мечте, да, на что он боится, чего он боится, он чего-то боится, потому что башня какая-то у него назрела, вот еще одна десятка, он очень сильно боится перемен, и десятка, и еще колесо фортуны, и десятка, ну смотрите, что происходит, старший аркан, он очень боится, во-первых, здесь очень много десяток, мы видим, да, из двух колод все десятки, то есть что-то подошло к концу, что-то подходит к концу, как я и сказала, вот эта карта высший суд говорит о том, что вы направляетесь к какому-то зову своего сердца, зов какой-то у вас есть, что-то поменять, что-то новое начать, что-то сделать, что-то то, что возможно повлияет на ваши отношения, смотрите, прям пестрят десятка, 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 да, старший аркан, колесница, перемены, да, очень быстрые перемены, там у нас были еще перемены, то есть когда вы переходите на другой уровень развития, здесь может быть очень даже просто, что вы семья, просто вы должны вырасти, вы где-то поменялись, конечно, да, то есть вы стремитесь к чему-то большему, что-то старое заканчивается, какие-то нужно делать изменения своей жизни и они нелегкие, и ваш партнер страшится, может быть вы двигаетесь стремительно по карьерной лестнице, вам может быть нужно будет путешествовать, он очень страшится, ревнует, но не хочет стоять у вас на пути, вот такая простая может быть здесь совсем простая ситуация, да, что вам делать, что вам, как себя вести, давайте спросим карты, как вам лучше себя вести, что карты вам советуют, ну вам нужно действовать, вам нужно, конечно, брать свой шанс и ну видите, следовать своей мечте, еще одна звезда, видите, как карты все время перекликаются из разных колод, приятно, вы идете на пути своего развития, может быть идете на пути своего какого-то, ищите какое-то свое богатство, свою женскую силу, видите, здесь карты, которые говорят о вас очень как очень может быть яркой, привлекательной, обаятельной, талантливой женщине, здесь может быть быть вы, что может быть вы и в самом деле являетесь или актером, или певцом, или кем-то таким человеком творческим, который ну просто дарит себя даже другим людям очень много, да, то есть у вас очень много может быть поклонников, возможностей, в этом раскладе вы выступаете женщиной, за которой следуют люди, которые может быть легко все дается, когда партнеры, помните, есть чувство еще зависти, с которым в общем-то люди сражаются, но иногда не так успешно, то есть зависит от развития человека, насколько он, на каком уровне развития сознания человек находится. Чем ниже у него развито сознание, тем больше это проявляется, чем выше развито сознание, тем человек избавляется от таких низковибрирующих чувств, как зависть, но ее исключать нельзя, то есть вы, конечно, очень заняты собой, императрица всегда женщина, которая легко идет по жизни, которая очень популярная среди мужчин, поэтому там и четверка, понимаете, то есть между вами, то есть у вас есть, может быть, много поклонников, да, вы их скорее всего отклоняете, вы смотрите на них, отклоняете, вот две карты звезда, то есть вы такая звезда, у вас очень много шансов, вот тебе и тут и жезлы, то есть у вас есть и предложение, и все, что хотите, то есть человек, может быть, завидует, боится, опасается о том, что вы меняетесь, вы растете, и от этого вы отдаляетесь, ну что ж, ему нужно что посоветовать, пусть сам тоже растет, пусть сам тоже изменяется, пусть сам догоняет вас, правда, мы уже видели, он боится этого очень сильно, ваших изменений, вашего роста, зависть, не зависть, но что-то у него есть, какие у него планы на будущее, мы уже, по-моему, спрашивали, давайте эту колоду спросим, вообще здесь говорится о сама, знаете, о том, что человек эгоист, здесь как раз, к сожалению, то, что я описала, зависть, здесь как раз напрямую зависть, потому что пятерка мечей, это может быть как раз это и есть, человек, может быть, дьявол, да, дьявол говорит о том, что у него есть страхи, и он, эти страхи, о том, что может быть он может остаться один, да, вы, может быть, покинете его, то есть у него есть такие страхи, страхи остаться одному в одиночестве, и может быть из-за этого он так себя ведет, то есть он боится, что чем больше вы будете развиваться и продвигаться, и чем больше у вас будет признания из окружающей среды, тем дальше, то есть он боится вас потерять, буквально, то есть он боится потерять свой покой, он боится потерять, ну потому что десятки, конечно, десятки, они всегда, то есть или ты вместе развиваешься, то есть если два человека двигаются по жизни, развивается один, а другой нет, то тогда, конечно, как по спирали к звезде, к своей, один уходит очень быстро от другого, расстояние между людьми уменьшаются, с чем связан здесь дьявол, с какими страхами и зависимости у этого человека может быть связан дьявол, да, ну вот, что его вот не выберут, что это будет не он, смотрите, что на его счастье могут кто-то посягаться, да, на вас, как его половину, и что он останется вот так в одиночестве, он боится одиночества, помните, я сказала, что он боится одиночества, то есть ему нужно, он очень сильно привязан физически к вам, то есть он не может вас отпустить, с одной стороны, он вас хочет отпустить, не хочет стоять между вами и вашей мечтой, и вашей карьерой, например, да, а с другой стороны он хочет держать вас рядом, чтобы вы никуда не двигались, чтобы вы выбирали только его, но это у него такие тайные, как бы, так вот он мыслит, да, но он как-то себя удерживает, помните, у нас была там двойка мечей, то есть человек пока держит баланс, она была рядом с башней, то есть вот когда-то, если наступит момент какого-то немножко перекоса, и он тогда взорвется, и вы тогда вы можете все услышать от него, что он думает, и как ему тяжело, и как он ревнует или завидует вам, и чего он боится, то есть пока вы, может быть, этого не слышали, но давайте спросим карты, если такое произойдет, как вам нужно себя вести, если вы хотите все еще с этим человеком оставаться, если у вас произойдет такой серьезный разговор, как бы на пустом месте, вам кажется, да, и если он состоится, такой разговор, как вам себя вести? Ну вот здесь нужно вести себя как императрица, нужно не поддаваться влияниям, ну вот таким, знаете, как пассивным, не оставаться пассивным, может быть, не делать, знаете, может быть, его нужно тут просто успокоить вот словами, теплым словом, что вот он такой единственный и неповторимый, то есть он очень волнуется, этот ваш человек, очень волнуется, он может быть стоять на грани даже, ну, какой-то зависимости, потому что вот эта карта говорит тройка чаш с дьяволом, что он, что бы вы ни делали, да, он хочет оставаться рядом с вами и быть, как бы, ну, вы должны все время его убеждать и говорить ему, что вот он такой хороший, что он самый лучший, что он единственный, ему нужна такая поддержка, понимаете, от вас, как вот дружеская поддержка, а иначе он, у него наступает какая-то депрессия, он может быть уйти в запой, например, или, ну, просто депрессирует человек, настроение у него меняется очень быстро и легко, все связано с вами, ему, скорее всего, не хватает какой-то своей жизни, может быть, он живет слишком много, знаете, вашей жизнью, то есть он сам может быть пассивен и ничего не делает в своей жизни. Ну, вот он может быть, знаете, как достиг чего-то и никуда дальше не развивается сам, то есть наблюдает просто за вашим, может быть, бурным ростом, бурным развитием, бурными изменениями, и, с одной стороны, интеллектуально не хочет препятствовать этому, а с другой стороны, тянет вас как бы назад к себе, потому что он боится остаться один. Вот так. Пока он балансирует. Но ему, конечно, нужна поддержка. Если вы хотите оставаться с этим человеком, если этот человек для вас дорог, у него, конечно, есть дьявол, очень сильные страхи, к вам он очень сильно привязан, но вы для него, конечно, тоже звезда, то есть он абсолютно-абсолютно не видит своего существования без вас. Не видит. вам это, наверное, иногда тяжело. Тяжело. Как будут развиваться у вас отношения в ближайшее время? Как будут развиваться, независимо от его чувства и мыслей, как будут развиваться ваши отношения? Давайте спросим парты. Рыцарь Пентаклей. Пятерка Пентаклей. Знаете, пока этот человек ваш будет устраивать вам такую как бы холодную войну, я бы сказала. То есть, поскольку он ведет себя как дипломат, старается держаться и не показывать, что у него внутри, он будет замыкаться, может быть. Вы не будете чувствовать... Вот он будет говорить одно, что он вас поддерживает, что вы должны так делать, как вам хочется, как у вас получается. а в душе, конечно, вы будете чувствовать, что он... у него страхи есть, зависимости. Ну что ж, девочки, такой грустный немножко вариант. То есть, вам хочется и мальчики двигаться вперед, делать что-то новое и, может быть, у вас это очень хорошо получается. И как вот заключение такое партнер у вас как бы остановился немножко в развитии и не догоняет он вас. Но не догоняет. Не успевает он за вами. Слишком медленный. То есть, у него есть какая-то апатия. Может быть, каким-то образом он тянет вас назад. То есть, вы двигаетесь в разных направлениях сейчас. Да? Похоже, что у него есть проблемы какие-то, может быть, со своей карьерой, со своим зарабатыванием денег. И он может быть материалистичный человек. И все как бы для него ну, понятно, только на таком, на материальном уровне. Ну и, в общем-то, конечно, за вами решение, как вы поступите. Я желаю вам большого успеха. и двигаться, конечно, вперед. Ну так, мои хорошие, на этом мы закончим этот расклад. Быстренько соберем карты и приступим к третьему варианту. Помните, что расклад общий. Если вам нужны индивидуальные консультации, пожалуйста, обращайтесь. Если ко мне, то по почте электронной по PESO88888 at gmail.com я с удовольствием помогу вам, чем могу. Чаще всего в таких ситуациях, как это, нужно просто уверенность, придать уверенности, что вы правильно действуете, потому что у вас есть большое будущее, яркое, похоже, по картам. Ну и так, мы продолжим. Карты огромные для тех, кто выбрал третий вариант. не бойтесь, у меня там стоят специальные зелья, но они в бутылках. Это у меня чага брюинг. Знаете, ну как это? Чага для того, чтобы улучшить иммунную систему. И я на неё колдовала, можно сказать, на луну. Она у меня стоит, там заряжается. Поэтому вы видите такие у меня бутылки на столе. Ну, они даже красивые, я бы сказала. Итак, приступим к третьему варианту. Общий анализ ситуации, чувства и мысли партнёра о вас. Но сначала мы посмотрим, в чём заключается текущая ситуация у вас. Пятёрка, шестёрка. и маг. Так, мои хорошие, шестёрка Пентакли это деньги, это добродетель, это когда один помогает другому или старается помочь. В данном случае, может быть, старается манипулировать, используя деньги. Здесь есть какие-то обиды и разочарования, связанные с деньгами. Отношения может быть такие напряжённые в связи с недостатком внимания здесь может быть. Может быть, кто-то специально манипулирует или деньгами, или вниманием. Вниманием имеется в виду временем, да, сколько времени человек проводит с вами, как бы, или вы с ним, ограниченное количество для того, чтобы манипулировать чувства. Ну, вот здесь так, потому что маг, конечно, кто из вас этот здесь маг, мы пока не знаем, но, скорее всего, это вы, потому что партнёр у вас здесь находится, может быть, на расстоянии, может быть, вы ждёте от него какого-то проявления больше, то есть вы хотите, чтобы он соответствовал больше вашим требованиям, то есть вы манипулируете им, ну, так сказать, просто манипулируете, это может быть и в хорошем смысле, старайтесь, чтобы он достигал, может быть, больших высот, больше вам соответствовал, то есть вы оказываете, так скажу, если не манипулируете, то оказываете давление на человека, давление, чтобы он поменялся в ту сторону, какая вам нравится, или как вы считаете. То есть вы здесь стараетесь быть человеком, который контролирует свою ситуацию. Но вы, в общем-то, и есть этот человек в данной ситуации. Ваш партнёр, скорее всего, юный, моложе вас, может быть, меньше денег получает. Смотрите, как карты отвечают на наши вопросы, какая ситуация, да. Здесь может быть человек, который только новые отношения может быть зародились. То есть вы ведёте этого человека в гору, в рост, да. То есть вы стараетесь, может быть, его расти, может быть, по карьерной лестнице, может быть, этот человек вообще ваш подчинённый, да. И вы стараетесь применять силу, вот такую силу ума. Потому что, смотрите, вот эта карта, девятка жезла, да, говорит о том, что вы давление оказываете на этого человека, как маг. Или он чувствует, что он находится под давлением от вас. Вот так. То есть вы контролируете ситуацию, давлеете на человека, стараетесь изменить ситуацию в нужную для вас сторону. Потому что здесь только есть старший один аркан-маг, и это вы. Давайте сразу, потому что карты большие, возьмём другую колоду и спросим. Понятно, что между вами сейчас. Между вами сейчас отношения, где вы ведущий человек, который старается взрастить эти отношения и оказывает давление на другого человека каким-то образом. Что человек ваш, загаданный партнёр, чувствует к вам? Как он реагирует на... Вообще, что он чувствует? Что у него в чувствах к вам? Давайте так начнем. Что он чувствует? Так. Господи. Ну, прям карта из предыдущего расклада. Вот как бы я не мешала, вот они пришли опять. Ну, надо же такому. Надо же такому. Вообще, потрясающе интересно. Значит, это то, что вам нужно, несмотря на то, что это было в прошлом раскладе. Ну, вот так. Что-то нужно важное здесь знать. Какую-то правду нужно здесь для себя открыть. Что он чувствует? То есть он думает, что вы очень опытный, умный, разумный, логичный человек. Он знает, что вы действуете в его лучших интересах и в ваших собственных. Он, в общем-то, здесь подчиняется. Что он чувствует? Он чувствует, что он под каблуком. Под вашим. И он сдался. Ну, вот лежит, как вот ручки сложил, и всё, делай со мной что хочешь. Я согласен. Вот что он чувствует. Вот это он чувствует. Сказать, что он чувствует в данный момент любовь? Нет. Он очень удовлетворён. Да? Удовлетворён. А что он... Чем он так доволен вообще? Ну, вы тешите его эго, девочки. Смотрите, ещё одна девятка. Он удовлетворён полностью своим положением. Ну, он знает, что вы здесь звезда, и не только для него. То есть вы абсолютно тешите его эго. Как вы выглядите? Как вы себя ведёте? Кто вы в обществе? Как к вам относятся люди? Вот ему всё нравится. Всё-всё-всё-всё-всё. Вот он скрестил ручки, даже не ручки, а вот положил свои мечи и думает, ну, пусть она за меня теперь думает, пусть она за меня решает, она всё знает, я буду следовать. Тут, может быть, возникнуть проблемка, мои хорошие. Какое-то время это, может быть, вам нравится, потом вам может стать скучно. То есть если вы доминируете так сильно над человеком, то это может быть... Ну, это так, замечание на стороне. Вот это его чувство. Что у вас к нему? Что у вас к нему? Что я сказала? Вы кто? Маг, да? Вы за него крепко взялись. Ну, вот крепко взялись и работаете над ним. Надо же, как карта, интересно, дублирует, да? То, что я сейчас сказала. Вот, смотрите. Вы считаете, что у него есть большое будущее с вами. С вами. Вы считаете, что... Смотрите, пентаклевые карты, здесь они называются колёсами, да? Вы считаете, что он должен использовать все свои возможности. Вы стараетесь поднять его на свой уровень. Вы не даёте ему лежать, как он хочет. Вы не даёте ему делать то, что он хочет. Вы его толкаете на развитие, на работу, на достижение целей. У вас это очень хорошо получается. Вы в нём видите огромный потенциал. Очень интересно. Вот это у вас к нему. Что он... Что он... Рили... Ну, в самом деле. Что он чувствует к вам? Вот в глубине души. Что он к вам чувствует? Боится он вас. Обожает. Полностью доверяет. Девочки, хочет с вами семью, хочет с вами мир, не хочет с вами сражаться, не хочет стоять у вас на пути. Не слабый этот человек. Нет, не слабый. Просто, конечно, он сопротивляется каким-то вашим решениям и действиям. Ну, просто по натуре, потому что если... Понятно, если вы мужчина, здесь смотрите расклад, нормально всё. Но если вы женщина, и вы такая сильная доминирующая личность, то он, конечно, иногда сопротивляется и обижается. Здесь просто могут быть такие обиды, потому что вы можете очень всё резко направленно, целенаправленно действовать, всё по своим местам расставлять. У вас всё, всё-всё-всё вы знаете, как делать, что делать, когда делать, всё у вас сложено в такой большой пазл, который для вас видно всё. Может быть, вы также на расстоянии даже, может быть, может быть, девочки, но это человек, который хотел бы с вами отношений серьёзных. Это серьёзный король, который, если вы ещё не в браке, он хотел бы быть, конечно, вашим мужем и закончить то, что у вас было раньше, переходить на более серьёзные отношения. Так, по-моему, здесь всё ясно. Всё ясно о вас, о нём. Вы двигаетесь вперёд. Возможно, что... Почему вы смотрите этот расклад? Скорее всего, отношения новые. Я так думаю, что новые, вы берёте свои шансы, вы думаете, что же будет и как это будет развиваться, чувство мысли. Сильный ли этот человек? Или вы будете всё время давлеть над ним? Вот это мне интересно, потому что это как раз может быть камнем преткновения. Если это человек, которого вы можете лепить как пластилин, вам, как сильной натуре, может быть скучно стать в дальнейшем. Насколько сильный этот человек? Насколько он вам, ну, достойная пара, да? Сейчас я спрошу карты. Насколько вот он сильный этот человек? Ну, девочки, как вам сказать, насколько он сильный? Старшие арканы выпадают. Он может такой человек-карьерист, человек, который, может быть, будет полагаться на вас всё время. Возможно, у него есть определённые страхи, потому что это страхи, всё-таки это страхи. Девятка мечей и дьявол. А он вас, ну, боится. Боится потерять, боится. Боится противоречить вам. То есть здесь есть такая, конечно, зависимость и подчинённость от женщины. То есть если вы мужчина, эта женщина готова вам подчиняться, готова вам отдаваться, и она будет императрицей. Но если вы женщина, то мужчина будет так действовать немножко по-женски, потому что эта женская сторона, в нём развита податливости. То есть поэтому вы на него и положили глаз, что он податливый человек. Возможно, он перспективный вариант для вас, но он податливый человек. Человек, который вас боится, страшится. И потерять вас, и противоречить вам, и иметь даже вас, боится. То есть если вы хотите такого человека, вот он вам. Есть ли у вас перспектива для того, чтобы этот человек вырос самостоятельно, стал равным вам? Да, есть. Смотрите, это очень умный человек. Это король мечей. Ну вот смотрите, его любовь ваша и совместная, да, если вы его выберете, она может привести к большим-большим достижениям. Если вы ещё не в браке, то это может быть однозначно вступление в брак, это зависимость от вас, вот этот дьявол, это и есть материальный мир. Это большие успешные достижения в жизни. И как мы видели раньше, вот здесь вверху карты, это деньги, это успех такой мировой материальный. Поэтому здесь могут быть соблазны такие, что этот человек может быть, может быть, он даже хорошо зарабатывает, несмотря на то, что вы-то здесь манипулируете и ведёте, он может быть очень на хорошей денежной работе. У вас здесь перспектива замечательная. Перспектива иметь семью, перспектива жить под одной крышей, если вы ещё не вместе. И такая на ближайшее время очень хорошая перспектива. То есть человек в самом деле растёт, превращается в короля мечей. И это для мага интересно, когда это не только король чаш, конечно. То есть вам этот человек будет доставлять удовольствие с моментом, как он будет расти, развиваться. Вы будете видеть в нём достойного партнёра. И, конечно, он сейчас полагается на ваш джаджмент, то есть на ваш здравый смысл. То есть куда-то вы его ведёте, он подчиняется. Но не совсем потому, что он такой совсем-совсем неумный. Нет, он очень умный человек, он король мечей, но у него есть такая очень сильно развитая женская сторона – мягкий. Вот такой король мечей – мягкий. То есть внешне он мягкий, а внутри в нём есть такой стержень – стержень короля мечей, что и очень хорошо. То есть этот человек логичный, честный. То есть вот этого чего нет, того нет. Отношения у вас будут равноправные, хорошие. Смотрите, здесь нет вот такого горячего секса, как бы я сказала, да, притяжения. Ну вот у вас есть, вы женщина такая, а вот у него, у него всё такое размеренное. Размеренное. У него есть такая сторона, которая мягкая, то есть мягкий человек. Да, конечно, в паре это хорошо. То есть умеренность говорит о том, что у вас может быть такой химический союз, когда два элемента встретились разных. Так бывает, что у женщины, вот она женщина, королева жезлов, да, жезл – это мужская сила. Так бывает, шестёрка пентаклей говорит, хороший союз. Например, у женщины превалирует мужская сила, какая-то мужская сторона – это огонь. А у мужчины, может быть, превалирует какая-то женская сторона, может быть, это пентакль. То есть он там выпадает у нас, там у нас был и король Пентакли, и король мечей. То есть этот человек просто не скандалист, он подчиняется не потому, что он глупый, он подчиняется потому, что он видит логику в этом, он видит, где кто прав, кто где кого может вести, у кого есть лучшая идея. Похоже, у вас здесь как женщины есть большая идея. Если вы мужчина смотрите, то у вашей женщины есть огромная идея, желание двигаться вперед и развивать вас, и у вас будут хорошие, приятные союз. Союз может быть долгий, и умеренность говорит о том, что это искусство для вас быть вместе, искусство создавать материальный мир. Там же дьявол у нас был тоже, да, что вы можете создавать материальный мир достойно, благополучно, вместе. У вас есть, наверное, хорошая профессия, потому что здесь есть вот такая карта мечей, да. Вы, может быть, находитесь в такой работе, может быть, вы и являетесь партнерами, может быть, вы являетесь его начальником, а он подчиненный или наоборот, девочки, мальчики, да. То есть, конечно, человек очень умный и перспективный, и вы это видите как маг. Что ещё тут сказать? Всё. Третий расклад, что он думает, чувствует и планирует, всё то, как вы хотите. Два мага выпадают. Как вы хотите, так и будет. Как вы хотите, так вы и повернёте. Куда вы хотите, туда повернёте. Единственное у меня было, как я сказала, вопрос, будет ли для вас этот человек доставлять достаточно, знаете, что развитие, не будет ли он слишком мягкий и податливый? Нет, не будет. То есть не будет. Человек просто молодой, скорее всего, ну или молодой в душе. И он с вами растёт. То есть в этот союз, шестёрка, да, Пентакли, говорит, и умеренность. То есть это очень симметричный союз, когда каждый добавляет в союз что-то очень-очень важное. И это приносит успех. Успех такой на материальном плане, видите, денежный, да, ну на материальном плане. Пентакли, да, этот человек амбициозный, а вы ещё больше. То есть вы ещё больше амбициозны. То есть у вас есть большие-большие надежды на этого человека. Поздравляю вас. Вариант номер три. Я заканчиваю свои расклады. Это был у меня эксперимент. Если вам нужен индивидуальный расклад, пожалуйста, обращайтесь по адресу попеса 8888 от gmail.com. Здесь вам может быть нужен какой-то совет от карт по поводу бизнеса или развития по карьерной лестнице. Потому что здесь очень много Пентакли, мои хорошие. Здесь прекрасные карты, есть звезды и развитие. Карт и Таро прекрасно отвечают на вопросы бизнеса, в котором я и специализируюсь. Пожалуйста, обращайтесь, если вам нужно. Вопросы по... денежные вопросы, да. С вами была Александра и карты Таро на канале Верховная Жрица. До новых встреч. Пока.